Здравствуйте! Сегодня давайте поговорим об обработке винограда после цветения и рассмотрим, какие бывают болезни и как их предупредить. Всем нам известно, что успешное виноградарство связано в первую очередь с созданием условий для полноценного развития его, в котором лоза получает достаточно питания, света, полива и защиты его от болезней и вредителей. Если какой-то из факторов нарушается, приходят болезни и вредители и поражают его. Важно предусмотреть возникновение поражающих факторов, ориентируясь на погодные условия и на заболевания винограда. Предупредить заболевание проще, чем искоренять. Поэтому и существует система защиты виноградника и профилактическая обработка его от болезней и вредителей. Она устанавливает, чем обработать виноград от болезни и в какие сроки. До этого мы проводили обработку перед цветением и сейчас делаем обработку винограда после цветения. Болезни на винограднике можно разделить как на инфекционные, которые развиваются непосредственно на винограднике. И в зависимости от погодных условий. Это грибковые болезни, вирусы и бактерии. И вся профилактика направлена на борьбу с этими факторами. Наука предлагает, чем обрабатывать виноград от болезни и как избежать поражений. Виноградаре выбираем из большого количества необходимые препараты для обработки винограда от болезней и вредителей, которые применяем в назначенные сроки. Вот и сегодня я решил поговорить о каких препаратах можно применять на данный период времени. В месяц июль до созревания ранних сортов винограда остается чуть менее месяца. Поэтому здесь необходимо применять те препараты, на которых указан срок ожидания, не более того срока, которым достигнет созревание данного сорта винограда. Многие могут сказать или возразить, что у меня виноградник не болеет, и поэтому я обработку эту вести не буду. Ошибаетесь. Если в свое время не сделать профилактическую обработку винограда, то в дальнейшем мы увидим уже заболевание данного винограда. Поэтому легче предупредить, чем потом лечить, какие препараты будем применять на данный период времени. Поэтому и подход к обработке винограда будем применять те препараты, которые не нанесут вред нашему здоровью. По срокам созревания ранних сортов винограда остается менее 30 дней. Поэтому обработка этих сортов винограда будет проводиться только контактными препаратами. А другие сорта винограда можно будет обрабатывать и системниками, которых срок созревания превышает 45 дней или более месяца. Вот наблюдаем, в какой стадии находится грозди винограда. Можно так сказать, в стадии гороха. Это будет у нас четвертая обработка в этом году по листу. В данном случае это можно применять от антракноза и мельдии. Ордан броникс или купрулюкс. Это я бакуа смесь говорю. И топаз. И сюда можно также вот клещей еще добавить. Интоцм. Или можно такие препараты применить в бакуа смесь. Это как хомоксил, который защищает от антракноза и мельдию. А также скор или дискор. Срок ожидания 30 дней защищает данный виноград от оидима и гнили. А если еще клещи есть, то тут можно добавить еще фуфанон новый, который срок ожидания 21 день. Но я буду производить обработку своего виноградника другими средствами. Это абигопик, который защищает данный виноград от антракноза и мельдию. И теовиджет. 14 дней срок ожидания, который защищает виноград от оидима и клещей. Состав его это серо. Обработку препаратами, состоящих из серы, проводим при температуре 20-28 градусов. Утренние или вечерние часы. Ну вот и все. Надеюсь, что это видео будет востребованным для начинающих виноградарей. Хочу еще пожелать всем виноградарям и кто просматривает это видео, удачи и, конечно, хороших успехов во всех ваших полезных начинаниях. До скорой встречи на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok